Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы Бугинформы. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Общение сближает не только людей, но и целые нации и государства. В Брестском горосполкоме прошла рабочая встреча ингушской делегации с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским. А во Дворце профсоюзов состоялись мероприятия, которые познакомили горожан с национальной культурой Республики Ингушетия. Долг, честь Отечества. Девиз военнослужащих внутренних сил Республики Беларусь. На верность Родине. Сегодня присягнули новобранцы воинской части 55-26. Торжественная церемония по проведению нового пополнения к военной присяге прошла на священной земле Брестской крепости. Новая награда и звание, которое в год науки впервые появилось на Брещене. Высокого титула «Почетный доктор» были удостойны четыре номинанта, имеющие за спиной большой стаж и высокие заслуги в области медицины. Прямо сейчас об этом и не только. Общение сближает не только людей, но и целые нации и государства. Существует расхожее выражение «Когда хочешь узнать человека поближе, сходи к нему домой». Два дня в Беларуси представляли свою страну гости из Республики Ингушетия во главе с министром культуры и архивного дела Марет Газдиевой. Вместе со столичными зрителями приобщиться к культуре маленькой кавказской страны посчастливилось и брещанам. В Брестском горысполкоме прошла рабочая встреча ингушской делегации с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским. А во Дворце профсоюзов состоялись мероприятия, которые познакомили горожан с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Республики Ингушетия. К культуре и обычаям ингушей приобщилась и наш корреспондент Ирина Альшова. Деловой визит министра культуры Ингушетии Марет Газдиевой в Брест проходил в рамках Дней культуры Республики Ингушетия в Беларуси. Первый пункт программы – встреча с руководством города. Особое внимание теме культурного сотрудничества, а также вопросу увековечения памяти погибших ингушей, участвовавших в обороне Брестской крепости. Этот диалог начат еще два года назад, с момента подписания соглашения о побратимских связях между нашим Брестом и ингушским Молгобеком в мае 2015 года. Сегодня экономические и культурные связи требуют развития и поиска новых граней сотрудничества. «Принимающая сторона буквально распахнута к диалогу, и это доказывается в течение двух-трех дней. Я ощущаю это по тем деловым встречам, по общению в плане культуры в высоком уровне, эту готовность, эту практическую реализацию тех направлений в соглашении, которые мы наметили». Еще одна важная точка соприкосновения между двумя городами – тема культурного взаимодействия. В 2019 году Брест отметит свой тысячелетний юбилей в статусе культурной столицы СНГ. На встрече также шла речь о возможности включения культурной программы Республики Ингушетия в программу празднования юбилея. «У нас все мы планируем задействовать города побратимы, и наш город Малгобек тоже будет достойно представлен как в культурном плане, так и в других направлениях на празднование тысячелетия города Брест». После официальной встречи ингушская делегация посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В ходе обзорной экскурсии состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. А уже вечером всех брещан и гостей города ожидала насыщенная культурная программа. На один вечер фойе Дворца культуры профсоюзов превратилась в маленький уголок Ингушетии. В программу мероприятия вошли мастер-класс по живописи народного художника-ингушетии Мусы Мартазанова. Вся многовековая история хорошо прослеживалась в национальных костюмах от традиционного до свадебного. А выставка фотокопий картин народных ингушских художников знакомила брещан с красотами этого кавказского региона, колоритом и неповторимыми пейзажами, а также людьми, составляющими гордость и славу маленького, но гордого народа. Как мы соблюдаем традиции, как у нас идет преемственность поколений, как мы чтим и думаем, что наши традиции, они уникальны и очень радуют, что у нас в республике у ингушского народа эти традиции соблюдаются, сохраняются. После нашего визита, если хоть несколько человек захотят к нам приехать и познакомиться лично с этой красотой, я думаю, для нас это будет большой победой. Особое место в культурной программе отдано историческому становлению и героическому прошлому ингушетии. Книжно-иллюстративная выставка «Ингушетия. Обретенное будущее» и фотодокументальная «Ингуши. Защитники Брестской крепости» – это целый пласт уникальных исторических событий и человеческих судеб. Наш долг взрослого поколения – собрать, сохранить и увековечить вот эту память для поколения наших детей, внуков и потомков с тем, чтобы они равняли свою жизнь рядом с этими героями, учились у них мужеству, любви к родине, патриотизму и понимали, что это не просто слова. Главной изюминкой Дней Ингушетии в Бресте стал праздничный концерт. В нем принял участие государственный ансамбль народного танца, а также ведущие деятели искусств республики. Артистам удалось полностью погрузить брещан в атмосферу кавказского гостеприимства и почувствовать воздух, гор. Мне народ это нравится. Я вообще-то родилась в Казахстане, и я в многоциональной стране прожила. В Казахстане там же горы есть. Там есть горы, да. И поэтому, да, я вот с восхищением смотрю. Следующий визит артистов из Ингушетии и возможность приобщиться к древней кавказской культуре городу над Богом еще представится. В 2019 году тысячелетний Брест соберет на юбилей всех своих друзей, в том числе и ингушских. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. На верность Родине сегодня присягнули новобранцы воинской части 5526. Торжественная церемония по приведению нового пополнения к военной присяге состоялась в областном центре Брещины. Прошло мероприятие в мемориале «Брестская крепость-герой». Подробности в следующем материале выпуска. Я, гражданин Республики Беларусь, Масюк Роман Алексеевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, независимость и тайную целостность и конституционную историю Республики Беларусь. Такие слова, слова клятвы в крепости сегодня прозвучали не один десяток раз. На героической земле на верность Родине присягнули новобранцы воинской части 55-26. Последняя входит в состав 4-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Республики Беларусь. В числе задач соединения – оказание содействия в поддержании общественного порядка, охрана исправительных учреждений, конвоирование осужденных, розыск преступников, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Служба непростая, но очень важная. Чтобы попасть сюда, надо пройти серьезный отбор. Нам лучше приходят военнослужащие. Мы отбираем, как правило, в первую очередь отбираем в военных комиссариатах областных военнослужащих для нашей воинской части. Критерии для них, ну, некоторые считают завышенным, но я считаю, что они не завышены. Они должны соответствовать тем критериям. Командиры уверены, новое пополнение с поставленными задачами справится. Сами солдаты признаются к службе, привыкнуть успели, а части отзываются положительно, к делу подходят со всей ответственностью. Очень горжусь, что попал в такие внутренние войска, именно конкретно в эту часть, потому что наслышан, что она является одной из лучших в Беларуси. Очень горд и рад, что родители тоже горды за меня. Хочу здесь остаться и продолжить дальнейшую службу. Возможно, потом здесь пойти на контракт или же строиться внутренние органы. Со знаменательным днем участников мероприятия поздравил мэр областного центра Александр Рогачук. Городоначальник поблагодарил представителей части за многолетнее сотрудничество и пожелал успехов в ратном труде. Пользуясь случаем, благодарю весь личный состав за тесное взаимодействие с городской властью в вопросах сохранения общественного порядка в нашем замечательном без одного года тысячелетнем городе Бресте. Уверен, что личный состав, приведенный сегодня к присяге, продолжит традиции войсковой части. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в боевой и идеологической подготовке. Кто останется служить в Бресте, вы будете свидетелями подготовки нашего города к тысячелетнему ювелею. Вы будете оказывать нам помощь в проведении больших мероприятий. Вы будете свидетелями расцвета самого лучшего города на земле города Бреста. В торжественный момент рядом с новобранцами близкие. Волнуются они едва ли не больше самих солдат, хотя и стараются волю эмоциям не давать. Боевой дух военнослужащих зависит от многих факторов, в их числе поддержка со стороны родных людей. А потому только гордость, слова одобрения и, конечно же, родительский наказ. Родительский наказ, чтобы служили они честно, добросовестно, с сознанием того, что они делают, что это служба Отечеству. И должны это все они понимать. Как отзывались командиры, что очень хорошие ребята. Надеемся, что они с честью выполнят свой солдатский долг. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Почетный доктор – новая награда и звание, которое в Год науки впервые появилось на Брещене. Инициатором присвоения столь высокого статуса выступила Брестская областная больница. Почетного титула в Год науки были удостоены 4 номинанта, имеющие за спиной большой стаж и высокие заслуги в области медицины. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на первой в истории праздничной церемонии. В праздничный день в зале областного общественно-культурного центра собралась в буквальном смысле элита региональной медицины. Лучшие хирурги, кардиологи, трансплантологи. Одним словом, все те, кто ежедневно трудится на благо здоровья людей. Эти слова уже давно стали характеристикой талантливого коллектива, который собрал в Брестской областной больнице главный врач Александр Карпицкий. Сегодня медицинское учреждение вышло на новый уровень оказания помощи. Она более эффективная и доступная. Это стало возможно благодаря тому, что доктора регулярно проходят образовательные стажировки, посещают открытые лекции и перенимают знания у более опытных коллег. Как раз таки их наставников в праздничный день чествовали и благодарили медики Брещины. Низкий поклон этим людям, которые действительно делают большое дело для развития здравоохранения нашей страны. Приятно, что среди почетных докторов областной больницы будет и иностранец, наш сосед Дарий Ушаленский, который руководит клиникой Белой Подлярски. У вас тесные связи с ними, многие из вас его знаете. Это тоже замечательный доктор, достоин большого уважения и похолоды. Поэтому спасибо вам, уважаемые, почетные доктора областной больницы. Дай Бог вам здоровья, что мы тут еще много раз на этой Брестской радушной земле с вами встречались. Мы решили, учитывая то, что это тем более год науки, в этом году каким-то образом отметить тех людей, которые свои научные разработки, свои познания внедрили в Брестской областной больнице и тем самым дали толчок в развитии нашего учреждения. Поэтому мы решили пригласить тех людей, которые за последние 10 лет частичку себя оставили в нашей больнице. Почетный доктор – это высокое звание будет присваиваться тем, кто внес особый вклад в развитие передовых технологий на базе областной больницы. Сегодня учреждение здравоохранения имеет статус одного из высококвалифицированных в стране. Многие технологии, зарекомендовавшие себя в столице как методики эффективного лечения, довольно быстро осваиваются врачами Брестской областной больницы. Здесь понимают главный принцип – качественная помощь должна оказываться на местах. Уровень подготовки специалистов и качество оказания помощи в Брестской областной клинической больнице один из самых высоких в регионах Республики Беларусь и во многом не уступает уровню оказания медицинской помощи в самых-самых передовых научно-практических центрах нашей страны. То, что мы сегодня продолжаем эту совместную работу, то, что мы сегодня обмениваемся технологиями, дружим, занимаемся совместным обучением – это очень важно, это очень здорово. Кульминационным моментом праздничного мероприятия стало оглашение списка первых почетных докторов Брестской областной больницы, а также вручение мантий и наград. В числе обладателей звания – три известных белорусских профессора. Анатолий Счастный – ректор Витебского медуниверситета, вместе с которым брестские медики освоили хирургию поджелудочной железы. Юрий Островский – доктор медицинских наук, профессор, под чутким руководством которого врачи областного центра делали операции на открытом сердце. Олег Румо – руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей, наставник брестских трансплантологов, а также Дариуш Оленский – директор воеводской специализированной больницы в Белоподляске, вместе с которым брестское учреждение вступило в программу трансграничного сотрудничества по оказанию кардиологической помощи жителям приграничных регионов. И взаимодействие это будет продолжаться. Не секрет, конечно, то, что мы разрабатываем сейчас еще одну совместную программу, хотя заранее не хочется раскрывать все подробности. Это будет работа по противодействию инфекционным заболеваниям. Начинали мы с тех высоких технологий, которые используются сейчас в гепатобилиарной хирургии, в хирургии поджелудочной железы. Наши коллеги были заинтересованы в развитии этого направления на базе Брестской областной больницы. И, конечно, мы не могли в этом им не помочь. Я должен сказать, что сейчас уже по прошествии нескольких лет это учреждение, которое может делиться уже своим собственным клиническим профессиональным опытом в этом направлении. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Дела насущные. Холодная пара года законно вступила в свои права. И пусть календарная зима не совпала с метеорологической, ее наступление чувствуется во всем. Витрины магазинов и фасады домов украшены обязательными новогодними атрибутами. Магазины пестрят изобилием подарков. Радуют глаз мохнатые зеленые ели. Лесные красавицы пока не нарядились в белые шубы, но, по прогнозам синоптиков, снежные дни не за горами. Брестские коммунальщики уверяют, что снегопады и гололед их врасплох не застанут. За окном мокрый снег, столбики на термометрах то опускаются вниз, то поднимаются вверх. Но в случае экстремального похолодания и снегопадов, снегоуборочные машины готовы выехать на расчистку сразу же. Брестские коммунальщики уверяют, заснеженные дороги убираться будут вовремя и на должном уровне. В арсенале порядка 80 единиц спецтехники. Противостоять непогоде будут снегопогрузчики, тракторы, самосвалы и пескоразбрасывательные машины. А пока они ожидают своего часа в автопарке предприятия «Коммунальник». Создана дежурная смена, мы круглосуточно уже дежурим. То есть мы мониторим ситуацию по прогнозу погоды. То есть при наступлении отрицательных температур, мы уже заранее сформированы дежурной сменой. Люди выходят, ночуют, дежурят. Снегоуборочная техника заступить на круглосуточное дежурство может прямо сейчас. Пескосоляная смесь также ждет своего часа. Более 25 тысяч тонн противогололедного реагента. Запас на зимний период. Заготовили мы достаточное количество пескосоляной смеси. По плану 25 тысяч мы уже приближаемся почти к 100% плану. 23 тысячи с половиной уже у нас готово. Горожане города Бреста могут спать спокойно. Мы стоим на страже их безопасности, безопасности дорожного движения. Не стоит забывать об ответственности и жителям города. Если не за порядок, так за создание условий для его наведения. Когда трудно проехать где-то в каком-то районе, это все за счет того, что очень сейчас плохо, что очень много машин. В этом и трудности. Чтобы люди не оставляли машины на проезжей части. Этим помогут быстрому убору, уборке снега. Специалисты коммунальника стоят на страже чистоты круглосуточно. Их называют визитной карточкой города. И они продолжают держать высокую планку. Расширяют линейку техники, обновляют материально-техническую базу. К примеру, этой осенью был произведен ремонт диспетчерского пункта. Сегодня его работники способны максимально оперативно реагировать на все транспортные происшествия. Диспетчеры в реальном времени отслеживают работу машин по всему городу. В случае поломки мы видим, что что-то произошло. В случае обрыва связи мы можем вовремя среагировать оперативно, поменять ту или иную технику на маршруте. Этой зимой работать будут, опираясь на солидный багаж знаний и опыта. Поэтому, стоит ли сомневаться, что город над Богом будет чистым, а в случае обильных снегопадов транспортных коллапсов не возникнет, ответ очевиден. Мама – самый главный человек в нашей жизни. Строгая и ласковая, мудрая и такая красивая. Для каждого из нас, несмотря на время, она остается единственной, неповторимой и, конечно же, самой лучшей. К сожалению, бывают ситуации, когда ребенок совсем маленький и беззащитный остается один. И тогда опеку, заботу и доброту крохи дарит чужая, для него женщина, зовут которую няня. В рамках проекта Белорусского общества «Красного креста» няня вместо мамы. Эти добрые феи получили трудоустройство при учреждениях здравоохранения в нескольких городах страны, в частности в Бресте и в Барановичах. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая посетила областную детскую больницу и познакомилась с теми, кто знает, что значит искренняя детская улыбка. С самого утра Екатерина Бейня спешит на работу, потому что знает, девушку очень ждут ее маленькие радости. А именно так она называет малышей, с которыми делает первые шаги во взрослый мир. Многогранный и не всегда справедливый. Рожденные в неблагополучных и неполных семьях, брошенные своими родителями, они часто оказывались ненужными. Никому, кроме нее. К сожалению, такие ребята в детской областной больнице есть практически всегда. Забота об этих мальчиках и девочках – вот в чем видит свое предназначение молодая няня. Я очень люблю детей. А когда я узнала, что именно Красный Крест нужно для таких детей, у меня как-то аж сердце сжалось. Мне, правда, очень искренне жаль стало. Ну, я решила, что что могу, я, наверное, должна им подарить хоть немножко любви. Давидик, Русланчик, Алешка. Только так называет Екатерина ребят, которым сегодня отдается полностью. А как иначе, отвечает няня, кто еще будет учить этих ребят принимать и чувствовать любовь? Для них она как заботливая мама. Приласкает, пожалеет, а если нужно, и колыбельную споет. Спи, дитя, любимые, баюшки, баю. Песню колыбельную я тебе спою. В отделении Екатерина Бейня верный помощник медсестрам и докторам. Несмотря на то, что в обязанности няни входит только помощь одиноким деткам, вокруг Екатерины всегда много ребят. И ни один не остается обделенной заботой и вниманием. Именно эта удивительная открытость и одухотворенная стала основанием для того, чтобы пригласить девушку в качестве участника большого социального проекта «Красного креста» «Няня вместо мамы». Я считаю, что это прекрасный человек. Главное, у нее есть человеческое чувство такое, чувство к детям, любовь. И она о них заботится. И она, когда приходит в организацию, она с такими глазками рассказывает о том, что вот за кем она ухаживает, как это. Вы слышали, она называет своих деток «Давидик», «Русланчик». Но это уже о многом говорит. «Реализуется этот проект на деньги от пожертвований от населения. И поэтому мне, конечно, хотелось бы обратиться ко всем, кому не чужды боли и страдания других, помочь нам в реализации данного проекта». Ребенок не должен оставаться один на один со своей бедой. Это тот посыл, который руководит Екатериной Бейня уже не один год. Она верит и надеется, что когда-нибудь ее профессия будет невостребованной, а каждый малыш обретет свое семейное счастье. Бывает такое, что где-то недосплю, быстрее бегу на работу, кажется, вроде бы и нету настроения. Приходишь, ну и когда беру, вот, например, к Давиду прихожу, беру его на руки, он как улыбнется, ну вот сразу вся усталость проходит, все проходит, прямо аж жить хочется. Но правда, я чувствую, что им не хватает такого внимания. Дети нуждаются в любви, и они очень, как они раскрываются, когда рядом человек, тот, который их любит, оказывает им внимание. Я думаю, что это очень нужно. Анастасия Насдрин, Плотницкий, Адвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Десятого декабря во многих странах мира Международный день прав животных. Дата была учреждена 19 лет назад. В современном мире права животных в большей степени это обязанности человека перед питомцами, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Или это просто красивая фраза. Что думают брещане по этому поводу, и насколько сегодня бездомный вопрос актуален для города, расскажем в следующем материале нашего выпуска. Бездомным этот котенок стал еще на первых неделях жизни. Буквально месяц назад вместо белоснежного и гривого пушистика был маленький истощенный комок сплошной боли. Его нашли в холодном ноябре во дворе жилого дома. Отеки, переломы, паразиты. Чтобы спасти питомца, семья Денейка сразу же начала борьбу за жизнь малыша. Пришлось ампутировать глаз. Кот на всю жизнь остался инвалидом. Но в семье Денейка есть одно убеждение. Не обязательно быть идеальным, чтобы быть любимым. Животные наши верные друзья, наши братья меньшие. Да как угодно можно их называть. Они никогда ничего не требуют взамен. Все, что им надо, это миска с кормом и немного доброты. Когда вы берете животное с улицы, оно будет очень сильно вам благодарно. Если вы берете животное с улицы, оно будет благодарно вам до конца своих дней. И оно никогда вам не заменит породистых кошек. Вы можете бесплатно взять, спасти. И это будет всегда вам приятно, вашим детям. И вы всегда получите в пять раз больше ласки, чем от породистой кошки. Белоснежная красавица Нора обрела новый дом любящих хозяев и кличку. Возможно, первую и последнюю на всю жизнь. А вот этой трехцветной малышке пока повезло меньше. Вместо теплой квартиры – вольер с металлической решеткой. Вместо любви хозяина – волонтерская забота. В участке по отлову и содержанию безнадзорных животных верят в приметы. Особенно в ту, которая гласит. Трехцветные кошки приносят в дом удачу и счастье. Потому здесь уверены, что надолгое животное в этих стенах не останется. У нас есть люди, которые делятся на две категории. Одни, которые выбрасывают, а другие, которые жалеют, подбирают и приносят сюда. То есть дома у них держать негде или не хотят. Или какие-то разные ситуации бывают. Поэтому они несут к нам сюда. А основная проблема, мне кажется, то, что надо стерилизовать. Взял животное, простерилизует. Тогда не будет проблем ни с приустройством приплода, ни с каких-либо других. Брестскому участку по отлову год. За это время новую семью обрели 1100 животных. Однако такому неплохому результату сотрудники питомника сегодня не радуются. Если поначалу люди приходили, чтобы забрать собак и кошек, то сейчас чаще всего сдают, подбрасывают, избавляются от некогда любимых питомцев. Вольеры переполнены, возмущению работников и волонтеров нет предела. У них нет культуры общения с животными. То есть они привыкли кастрировать, они привыкли топить, закапывать, делать все, что угодно, но только чтобы сэкономить какие-то деньги, чтобы, я не знаю, думать только о себе. Поэтому мы пытаемся с помощью детей, с помощью взрослых, проводя какие-то акции, проводя какие-то мероприятия на личном примере, пытаться менять понимание людей и животных, что животные – это тоже живые существа, что они заслуживают внимания. Люди, получается, относятся к этому неответственно. Взялись, поигрались и выбросили. То есть если ты берешь себе питомца, это как второй, третий ребенок, четвертый, вы должны к нему относиться ответственно, даже если он старый, больной, пускай он лучше доживет с вами, чем на участке и будет сидеть в клетке. Одни животные настойчиво и громко лают, как будто протестуют против такой жизни, другие жалостливо скулят, кажется, смирившись со статусом бездомной. Сегодня хозяев ищут 275 питомцев. Клетки переполнены, мест катастрофически не хватает. Из-за этого руководство участка вынуждено предпринимать новые меры. В последнее время котов много мы стерилизовали, отпускали стерилизованных котов на их места обитания, в которых они оттуда приехали, либо отпускали в город, потому что слишком большое количество кошек именно осенью поступает. Собак мы пока именно не выпускаем обратно, так как еще скоро закупим клейматор, будем их клеймовать, потом уже будем выпускать, чтобы знать, что у нас стерилизованная, и именно чтобы он на ней клеймал. В очередной раз хочется повторить, нет в нашем городе приюта. Есть участок по отлову и содержанию безнадзорных животных, основная цель которого – сократить количество блуждающих по улицам бездомных четверолапых. Год назад, когда открывали участок, рассчитывали лишь на бродячих собак и кошек, реальность оказалась устрашающей. 70% питомцев – это те, от кого отказались хозяева. И вопрос, как заставить брещан быть в ответе за тех, кого они приручили, следует направить к законодателям. Истина фраза – чем больше узнаем людей, тем больше нравятся собаки. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 20.63.67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БЮАЙ, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 10 декабря погода в Бресте будет определять область пониженного атмосферного давления. В воскресный день в областном центре будет облачно и без осадков. Ветер с западного направления умеренный. Ночью температурный фон понизится до минус 2 градусов. Днем вернется к привычному плюс 2. 11 декабря Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. В утренние часы пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем дождь, слабый гололед. На дорогах местами гололедится. Ветер сильный, порывистый южного направления. Температура воздуха минимальная ночью минус 1-3 градуса, максимальная днем минус 4 градуса. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест торговый центр «Галерея Грант». Первый этаж. Распродажа. Распродажа.